Всем привет! Очень рада видеть вас на своем канале. За последнее время я открыла очень много новых для себя продуктов, познакомилась с ними, но приобретала я их немного необычно. То есть, что я имею в виду под обычным приобретением? Обычно, если я покупаю что-то в первый раз, и я совершенно не знаю, что ожидать от этого, я прямо в магазине захожу на YouTube, ищу видео, в котором можно что-то узнать, чье-то мнение, что-то, что-то, захожу на YouTube, и там нахожу информацию. Но об этих продуктах я не нашла информации на YouTube вообще практически. И даже если и находила, то эта информация была на английском языке. Но я просто знаю, что далеко не каждый человек понимает английский язык. И, соответственно, мне было немножко странно. То есть, я покупала эти продукты, получается, пальцем в небо, я не знала, что ожидать. И в итоге, в общем-то, купила. И что я об этом думаю. И вообще, в принципе, все, что я купила, мне понравилось. Первое. У меня был очень большой холл Victoria's Secret. Гели для душа, скрабы, какие-то крема и все такое. Это то, с чем я давно знакома. Это всем уже давно известно, что это вкусно пахнущие мазилки, которые ничем особым таким не выделяются. Но есть у них такая серия Victoria's Secret Perfect Body, то есть идеальное тело, в котором у них было два продукта. Это маска для тела, отшелушивающая. И, соответственно, после маски был какой-то крем. Но я взяла только маску. Я не стала брать крем, так как кремов у меня вот столько. Я решила взять маску. Мне стало интересно, как работает маска для тела. Выглядит она очень типично для Victoria's Secret. Запах у нее, на удивление, совершенно не такой сладкий, как обычно. То есть точно так же у них пахнет крем для рук. Я, насколько знаю, у них один крем для рук. Такой серебристо-розовый. У меня он тоже был. И я не была никогда в восторге от того, как он пахнет. И вот эта маска оказалась совершенно идентичным запахом, как и крем. Как она работает? Наносите ее на свое тело. Ждете, пока она полностью высохнет. И потом получается, что вы ее снимаете, как пленку. Вы знаете, пленка такой толщины, прям нормальной толщины. И отдирать ее очень больно. Но она работает. Она очищает кожу. Она действительно очищает кожу. И мне очень понравилось, как она работает. Единственное, что если, например, вы ее носите на спину, то должен быть кто-то, кто вам ее будет отдирать от спины. Плюс этой маски в том, что у нее очень приятная упаковка. В том, что она приятно выглядит. Ей приятно пользоваться. И при этом она работает. Минус этой маски в том, что она, конечно же, дорогая, как и любая косметика от Victoria's Secret. Вторая моя покупка Victoria's Secret, о которой я вам расскажу, это декоративка. Это уже не первая моя косметика декоративная от Victoria's Secret. Я хочу сказать, что мне нравится их декоративная косметика. В частности, мне нравятся их тени. У меня были тени. Я их подарила маме. Сейчас показать их не могу. Но они в такой блестящей-блестящей розовой упаковке. И они на вечер. То есть, они все шиммерные, очень такие яркие, пигментированные. И цвета очень яркие. И, в общем-то, мне этого было мало. Я всегда заходила в Victoria's Secret в поисках матовых теней. Каких-то, которыми можно пользоваться на день, как на каждый день. И вот в этот раз я зашла и поняла, что есть то, что я хочу у них купить. Эта палетка включает в себя 30 теней, 30 оттенков. Включает несколько, 10, по-моему, помад разных. То есть, это все как бы в миниатюре. Но получается вполне приятная в использовании вещь. Что самое интересное, цвета, на самом деле, очень пигментированные. Они передаются на коже именно в том оттенке, в котором они есть в самой палетке. И ничего не могу сказать насчет помад, потому что помадами я особо не пользовалась. Ну, не приходилось. Но мне очень понравились оттенки румян. Особенно из них мне понравился тот, который самый коралловый. Он очень красивый и он очень похож на оргазм от Нарс. Бронзер. Бронзер тоже очень красиво ложится на кожу. И, в общем-то, нет ничего, что мне не понравилось в этой палетке. Единственное, что вот эта бестолковая тушь, которая там есть, она какая-то, ну, правда, бестолковая. Ну, в общем, я не знаю. Опять же, плюсы, минусы, все те же самые, что и для маски. Приятная упаковка, хороший продукт, но цена. И было еще две маленьких покупки Victoria's Secret. Это блески для губ. Они у них продавались всегда, но я ни разу их не покупала, потому что блесками раньше я как-то вообще не пользовалась. Но сейчас я ими пользуюсь очень активно. И я могу сказать, что блески для губ, которые у них есть, стоят они нормальных, совершенно адекватных денег. По-моему, 390 рублей стоит один блеск. В принципе, за эти же деньги можно купить Bourjois или L'Oréal или что-то типа того. Запах, вкус, цвет губы после них. Нет минусов в этих блесках совершенно. Это идеальные блески для меня. Я действительно всю жизнь искала такие блески, как эти. И просто они бесподобные. Это все от Victoria's Secret. И следующее, про что я рассказывала в своем влоге, самое мое последнее покупка, это был Cheek & Lip Glow от Dior, который работает так же, как Bene Tint от Benefit. Если кто-то не знаком ни с тем, ни с другим, то я объясню, что это такой пигмент, который наносится на щеки и на губы, впитывается и получается, что у вас румянец на щеках и цвет пигмент на губах остается совершенно незаметным. То есть ощущение такое, что вы не накрашены совершенно, но при этом у вас яркие губы и красивый здоровый румянец. То есть это вещь, которую нужно носить с собой в сумочке. Вещь, которая не создает драматичного эффекта, но, как заявляет производитель, по крайней мере, Dior, что если вы нанесете его в два слоя, получится значительно более яркий результат, нежели в один слой. Признаюсь честно, что я бы не купила этот продукт, если бы не скидка. Купила вот со скидкой в Литуале 40%, то есть это вышло в районе 1000 рублей. А я решила просто, что я хочу сравнить Dior с Benefit. И вы знаете, я хочу сказать, что мне нравится Dior больше, чем Benefit, хотя бы потому, что он приятно пахнет. Он действительно приятно пахнет какой-то мятной жвачкой. И он впитывается, и получается, что он даже в некотором роде увлажняет губы, что ли. В общем, я не знаю, для кого-то этот продукт может показаться... Оф, освежитель. Для кого-то этот продукт может показаться бесполезной тратой денег, потому что ведь есть румяна, есть помада, есть блески. Зачем? Это же все бред, ерунда и мелочи. Но как раз я его купила вот вслепую. Я не знала вообще, что это такое, потому что нет на Ютубе никакой информации про него. И, в общем-то, я не пожалела. Серьезно. Мне очень понравилось за сегодняшний день. Я два раза его использовала, больше просто не было необходимости. Он остается реально как настоящий пигмент. Как надо. И работает прям вот по-настоящему. Плюсы упаковка, качество, запах, цвет, результат и все. Минусы, как всегда, цена. Но прошу заметить, что альтернативы какой-то масс-маркет нет. По крайней мере, я не знаю о ее наличии. Если бы была альтернатива, честно, я бы не стала покупать. И последнее, что я вам покажу, это одно просто из лучших моих приобретений. Точнее, не приобретений, это то, что я получила в коробке Эльбокс. Это спрей для волос Unique One. Действует на волосы в 10 аспектах. То есть, он сделает для волос все. Огромное спасибо за просмотр. Увидимся очень скоро. Пока. Пока.